Деньги в дело, финансы и недвижимость Давайте начнем с того, что объекты могут быть под различными ограничениями, обременениями Также может быть задействован при покупке недвижимости материнский капитал Также очень сложными считаются сделки, где есть альтернатива То есть когда продавец ищет себе встречный вариант Очень много нюансов и сложностей, в том числе психологических А вообще с какими объектами, с какими запросами кировчане чаще всего обращаются? И может быть давайте на каких-то конкретных примерах посмотрим, в чем проблемы могут заключаться Ситуации бывают различные, за нашу практику, с чем мы только не сталкивались Мы беремся за все сделки, любой сложности Мы очень плотно работаем со всеми структурами, как государственной власти, так и финансовых, регистрирующих органов Квартира, которая куплена на маткапитал, в чем там могут возникнуть сложности? Да, тут основная сложность бывает в том, что люди при покупке используют обычно на погашение ипотеки Маткапитал пишет обязательства нотариально о выделении долей в будущем, а потом про это забывают Наши эксперты обязательно проверяют, был ли использован при приобретении материнский капитал Соблюдены ли процедуры все по выделению этих долей И потом получено ли разрешение, ну или мы помогаем получить разрешение на продажу этого объекта через органы опеки А если еще по примерам, допустим, квартира, которая в ипотеке находится? Да, такие ситуации тоже возможны Тут надо просто знать некоторые нюансы Есть мнение у некоторых людей, да, что если они квартиру купили в ипотеку, то ее невозможно продать, пока не будет погашена эта ипотека Но можно реализовать этот объект и взять ипотеку на другой объект недвижимости, тем самым улучшить свои жилищные условия Проблемы, сложности не возникают, когда есть понимание схемы сделки, как это будет происходить А допустим, незаконная перепланировка? Есть два варианта Перепланировка, которую нельзя узаконить, то есть мы предостерегаем покупателей наших от таких приобретений И есть просто перепланировки, которые сделаны, но не узаконены Если узаконить можно, то мы понимаем, как это сделать и тоже можем решить эти вопросы Вообще вот все эти обременения, они сильно удешевляют квартиру? На самом деле сейчас рынок недвижимости, примерно 50% квартир это уже объекты с ипотекой В ближайшем уже будущем процентов 70-80 будут таких вот обременений Бывают сложные объекты там с арестами, но мы тоже с этим работаем Зачастую люди думают, что на это можно ставить крест Но на самом деле в 99% случаев мы такие сделки завершаем, то есть можем помочь человеку И это помогает людям избавиться от каких-то там долгов, каких-то ограничений и упрощает их жизнь в будущем Этот объект не такой конкурентный по сравнению с другими, иногда это влияет на стоимость Специалист на то и нужен, чтобы сделать так, чтобы объект стоимости не потерял А вообще насколько эксперты охотно за такие сделки берутся? Чем сложнее сделка, наверное, тем интереснее Мы с радостью такие сделки берем, в любом случае рассматриваем все вопросы Никогда не отказываем своим клиентам и пытаемся максимально решить проблему человека Ну, в общем, главный вывод, который я делаю, да, таких сделок бояться не стоит Не стоит ждать те 20-30 лет, когда закончится ипотека Можно уже сегодня ипотечную студию поменять на хорошую, комфортную квартиру Все верно Да, все верно Обращайтесь к специалистам, мы всегда поможем Компания делает деньги, телефон 4, 7, 69 На этом, думаю, мы и закончим Александр, спасибо вам за разговор Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям Доброго дня, привет Деньги в дело Финансы и недвижимость Услуги по недвижимости оказывает общество с ограниченной ответственностью Финансовая корпорация Дела и Деньги ИНН 43-45-45-48-13